Итак, коллеги, продолжаем наше видео. В первой части мы разобрали, как установить на свой компьютер Clicksense, подключиться к Kama.CRM и загрузить данные. В этой части мы поговорим о том, как там сделать простой дашборд. Если вы смотрели первую часть видео, у вас уже должен быть готов проект. В проекте должен быть создан лист, и вы должны уметь заходить в раздел редактирования листа, в котором мы сейчас и находимся. В Clicksense доступно большое количество визуализаций. KPI, круговая диаграмма, линейный график, линейчатая диаграмма, сводная таблица, таблица, фильтры. Но для начала, чтобы понять, как устроена внутренняя архитектура, нам они не понадобятся. Нам будет достаточно простых фильтров. Чтобы их создать, нужно перейти в раздел поля. Выбрать необходимую таблицу, хотя все поля доступны сразу же. Если мы обратимся к нужной таблице, мы уменьшим их количество. И это гораздо более удобный вариант. Особенно если таблицы не 2, как у нас сейчас, а скажем 25. Простейший способ отобразить данные, просто взять мышкой нужное поле и перетащить в рабочую область. Для примера я возьму дату создания сделки. После того, как я перетащил ее в рабочую область, у нас отобразился столбик с данными, в который клик вывел все уникальные значения, которые встречаются в этом столбце. Мой портал тестовый, и там присутствуют сделки, созданные в течение всего 3 дней. Поэтому данных выгрузилось всего 3 строки. Я добавлю еще несколько полей. Ответственный по сделке. Праздник сделки. Это поле праздник из таблицы сделки AmosRM. Он есть, естественно, не в каждом аккаунте, потому что это кастомное поле. В вашем аккаунте могут присутствовать те поля, которых нет у меня. И вы сможете использовать их в Clicksense наравне со стандартными. Единственное замечание. Если в AmosRM у вас множественное поле, то есть поле, в которое можно ставить не одно, а два, три, пять значений, оно загружается в Clicksense в виде отдельной таблицы. Так, у нас есть дата создания сделки, ответственные сделки, праздник. И выведем еще значение, требуется это бонда или нет. Я нажал кнопку «Готово» и у нас отобразился наш отчет. Если я выделяю какие-то данные, ничего особенного сейчас не происходит. Давайте немного усложним наш отчет. Сейчас я открыл снова режим редактирования. Перехожу во вкладку «Диаграммы» и выбираю ключевой показатель эффективности – KPI. Переношу его на рабочую область. Чтобы в визуализации отобразились какие-то данные, нам нужно выбрать, что должно быть в нашем ключевом показателе. Для этого нам нужно добавить меру. Нажмем кнопку. Что мы видим? У нас открывается снова список всех доступных полей. Мы выберем, например, бюджет сделки. А дальше нам нужно определиться, какую функцию использовать. Работа с функциями похожа на работу в Excel. Здесь, например, представлены пять основных, которые вы видите у себя на экране. Сумма, количество, среднее значение, минимальное и максимальное. Выберем сумму по бюджету сделки. Укажем метку, чтобы понимать, что это за значение. Выберем формат денежный. Уберем нули. И немного уменьшим, чтобы полностью кипя и влез в экран. И нажмем кнопку готово. Что мы видим теперь? Кроме фильтров, которые мы добавили на предыдущем шаге, теперь наш отчет отображает общую сумму сделок. Как он их считает? Очень просто. Он берет все значения из столбика бюджет сделки и суммирует их. Если сейчас мы выделяем менеджера Ивана Терещева, то общая сумма сделок становится гораздо меньше, чем была. Так происходит потому, что клик автоматически при нажатии на любой элемент визуализации пересчитывает все данные с учетом выбранного фильтра. Если говорить простым языком, то сейчас мы видим общую сумму сделок, по которым ответственным является Иван Терещев. Если мы убираем этот фильтр, мы снова видим общую сумму сделок по всему АМАСРН. Такой трюк можно проделать с любым фильтром. Например, выберем дату создания сделки 22 число. Моментально увидим, что общая сумма сделок, созданных 22 июля 2015 года, составила порядка 16 миллионов рублей. Если мы выберем 23 число, то эта сумма окажется 18,6 миллионов рублей. Фильтровать данные можно не по одному столбику, а сразу по нескольким. Например, сейчас у меня выбраны все сделки, которые были созданы 21 числа, и ответственным по которым является Ольга Краева. Общая сумма по ним составляет 46 700 рублей. Все фильтры, которые в данный момент активны, видны в верхней части представления «Дата создания» и «Ответственность». Мы можем любую из них убрать, нажав на крестик, либо убрать их все, нажать на кнопку «Очистить от всех выборок». Теперь давайте посчитаем, сколько денег находится на каком статусе сделки в АМАСРМ, и сколько сделок находится в соответствующих статусах. Для этого снова перейдем в режим редактирования листа. В диаграммах выберем таблицу и перенесем ее на свободное место. В качестве измерения, измерение это та часть, которая, как правило, не суммируется, не умножается. Это строчки в таблице, по которым мы будем делать расчеты. В данном случае в качестве измерения мы используем статусы сделок. Перейдем в статусы сделок, выберем поле «Статус сделки» и перенесем сверху на таблицу. Отпускаем мышь и выбираем кнопку «Добавить статус сделки». Вот они у нас появились. Теперь нам нужно добавить те меры, которые мы хотим вычислить. У нас это будет общая сумма сделок в разрезе статусов и количество сделок, которые находятся в каждом статусе. Что для этого нужно сделать? Снова возвращаемся в таблицу сделки, выбираем поле, которое нужно рассчитать, бюджет сделки, переносим на таблицу, выбираем кнопку «Добавить меру» и «Сумму». Что мы видим? У нас посчиталось итоговый бюджет сделки, который совпадает с нашим KPI, который мы создали чуть-чуть ранее. А также разбивку этого бюджета по статусу. Хочу обратить внимание, что мы ничего не программировали, нигде не задавали никаких правил, как это все рассчитывается. Для нас автоматически все сделал клик. Теперь нам нужно вычислить, сколько сделок в каком статусе находится. Для этого нам подойдет любое поле, которое не бывает нулевым. В нашем случае я точно знаю, что все названы. А теперь давайте посчитаем количество сделок в каждом из статусов. Для этого лучше всего подойдет поле ID сделки, потому что оно обязательное и уникальное вам, SRM. Если мы посчитаем количество строк в этом столбце, мы однозначно установим, сколько же сделок у нас всего есть. Возьмем поле ID сделки, перенесем его на таблицу, нажмем кнопку «Добавить меру» и выберем функцию «Count» – «Общее число». В правом столбике у нас отобразилось количество сделок. Внимательный зритель заметит, что статусы у нас отсортированы явно не по порядку. Чтобы исправить эту проблему, мы можем зайти в меню «Сортировка», выбрать нужный столбик, в данном случае у нас «Статус сделки», отключить автоматическую сортировку и выбрать пункт «Сортировка по выражению». Открывается специальное окно, куда мы можем вписать выражение, по которому мы хотим отсортировать этот столб. Нажимаем на кнопочку «FX» и выберем поле, которое называется «Порядок статусов сделки». Оно загружается из AmosRM нашим коннектором. Вставляем его и применяем. И видим, что статусы в таблице отсортировались правильным образом. Сначала идет первичный контакт, а в конце успешно реализовано и закрыто, и не реализовано. И вот мы подошли к самому главному. У нас есть классическая воронка продаж в денежном и в количественном выражении. Есть несколько фильтров. И теперь мы можем, кроме того, чтобы посмотреть общую воронку продаж по всей компании, увидеть воронку в любом разрезе. Например, по менеджеру. По направлению бизнеса. По любому другому критерию. Например, требуется ли тамада или нет. Вот тут явно видно, что тамаду заказывают гораздо чаще. Либо сразу по нескольким критериям. Корпоративы, за которые отвечали Иван Терещев, Людмила и Максиманка Наталья. Давайте теперь немного еще усложним наш отчет, чтобы он был более привлекательным и более информативным. Сейчас я убираю все фильтры и перехожу в режим редактирования. Для начала я удалю фильтр «Требуется тамада» и сделаю его более наглядным. Выберу для этого круговую диаграмму. В качестве измерения также выберу поле «Требуется тамада». А в качестве меры – средний бюджет. Так, готово. Теперь в нашем представлении вместо стандартного фильтра мы видим визуальное представление, которое работает при клике так же, как и текстовое. Нажимая на какой-то из сегментов, все остальные данные мы мгновенно фильтруем. Плюс мы сразу видим различия в среднем бюджете сделок. Там, где есть тамада, и там, где тамады нет. Мы можем изменить меру нашего представления на количество сделок. И увидим, что 80% сделок с тамадой заказывают, и лишь 19% без тамады. Все на том же самом графике. Ну и напоследок добавим небольшую диаграмму по менеджерам. У кого из них какой средний чек. Заходим в изменения, выбираем линейчатую диаграмму. В качестве измерения ответственного. В качестве меры – средний чек. И сохраняем. И видим, что у нас, очевидно, есть лидеры. Сергей Вяткин и аутсайдеры. Например, Ольга Краева. Так, время практически вышло. И я, к сожалению, вынужден закончить, хотя хочется так много еще рассказать. В следующих видео обязательно затронем гораздо более интересные отчеты, потому что все, что вы увидели сегодня, в принципе, можно в том или ином виде увидеть даже в АМСРМ. Поэтому, кроме удобства, ничего кардинально нового я вам показать не успел. Но в ближайшее время обязательно снимем видео и покажу сногсшибательные штуки, которые позволяет делать Кликсенс. Вся информация дополнительная, контактная, будет находиться под видео. Спасибо, что уделили время.